Новая японская биржа анонсировала листинг Shiba Inu. Также мы поговорим о том, что за все время Shiba Inu 3 раза удивила и шокировала своих инвесторов. Что это было за время, когда она это делала и какие это были причины. Ну и также поговорим о том, что сжигание Shiba Inu за последние дни увеличилось и увеличилось на 8500%. Кстати, это довольно-таки неплохо и сожжено в общей сложности за последние 24 часа 763 миллиона токенов Shiba Inu. Что касается рынка криптовалют, то по рынку мы с вами наблюдаем следующее. Биткоин продолжает, кстати, расти и сейчас он подбирается к отметке в 29 тысяч долларов. Напомню вам, эту отметку за последний год мы не видели. Ну, скажем так, за последние 10 месяцев видели мы данную отметку только в мае. И, соответственно, сейчас мы наблюдаем то, что действительно Shiba Inu, конечно же, тоже пытается расти, но у нее это не получается. То есть, Shiba Inu, по сути, находится на тех же отметках, что и ранее. За 7 дней она только выросла на 5%, но и другие криптовалюты, альткоины тоже сделали практически то же самое почти. Единственное, что XRP за последнее время неплохо вырос, но и также потерял свой рост. Если вчера, значит, цена токена доходила до 49 центов, то сейчас это 43,5. Также стоит отметить, что большинство, конечно, проспало дно биткоина, в то время как мы набирали позицию, делая это в ноябре, в декабре также, и делали это начиная с 15,5 тысяч долларов. То есть, сейчас практически прибыль составляет почти 100%. Для того, чтобы эта прибыль была, биткоину нужно сходить как минимум на 31 тысяч долларов. Что касается знать Shiba Inu, то по Shiba Inu тоже интересная информация. Дело в том, что на недельном таймфрейме у нас есть бычьи подтверждения, то, что токен будет расти. Как это будет происходить и какие, в принципе, эти бычьи подтверждения мы имеем, вы узнаете после небольшой рекламной паузы. В криптомире вещи меняются очень быстро. Много новостей, китов, корпораций, криптобирж, пулов для стейкинга, и за всеми ними богатые люди со своими интересами заработать как можно больше денег. К сожалению, большинство людей не имеет возможности участвовать в процессах, зарабатывающие крупные деньги, но платформа skystake.io открывает свои двери для любого желающего. Это полностейкинги эфира, обрабатывающие напрямую транзакции в сети эфира, и за счет полученной комиссии получает крупную прибыль. Основную часть от данной прибыли отдает своим инвесторам. Проект надежный был проверен многими людьми, рекомендую ознакомиться. Ссылка в описании под роликом. Ну а собственно, что мы видим, то что у нас Shiba Inu, во-первых, после роста в 100% она показала коррекцию, откорректировался токен где-то около 39% и сейчас начинает брать реванш. Так как растет биткоин, так как в принципе рынок криптовалют, альткоинов тоже мало-помалу подтягивается, мы видим следующее, то что Shiba Inu торгуется сейчас на недельных таймфреймах над трендовой линией. Также здесь был интерес покупателен, он покупал Shiba Inu около 1000, то есть он выкупал это движение вниз и соответственно ниже зоны поддержки, очень важная на мой взгляд, мы не закрепились. А это говорит о том, что Shiba Inu просто сделал коррекцию и сейчас мы продолжим расти дальше. Зачастую крупный игрок это делает для того, чтобы было меньше пассажиров в ракете. Именно так оно и получается, потому что здесь мы видим именно бычье поглощение, мы видим всяческие выкупы и я считаю, что вот эту неделю мы скорее закроем свыше сопротивление 1100 и дальше пойдем покорять отметки еще выше. То есть бычий сигнал это то, что мы торгуемся над очень важной зоной поддержки, это 1000. Также бычий сигнал это то, что мы торгуемся над трендовой линией. И также бычий сигнал это то, что здесь были бычьи поглощения и соответственно крупный игрок заинтересован в движении Shiba Inu наверх. Видимо это готовится как раз к полноценному запуску Shiba Inu, потому что напомню вам, сейчас у нас происходит пета-тестирование того самого Shiba Inu, значит то обновление, которое очень важно. Также Shiba Inu в принципе сейчас листят крупные японские биржи и теперь миллионы пользователей смогут значит опять-таки заработать на Shiba Inu, знать про Shiba Inu. И соответственно теперь на данный момент времени Shiba Inu в листинге на бирже Bitflyer. И у нее насчитывается около 2,5 миллионов пользователей и она анонсировала значит листинг данного токена. Сама же Bitflyer она торгует токенами с 2014 года, она живет с 2014 года. И значит так как биржа собрала вот такую миллионную базу пользователей, это говорит о том, что в принципе биржа безопасна и биржа неплохая, так как на нее поступил листинг Shiba Inu. Напомню вам, что вот ранее был листинг на японскую биржу Akcoin и вот сейчас еще одна японская биржа подключилась к данному листингу. Что касается Shiba Inu, когда она три раза в принципе удивляла своих холдеров. Первый раз когда значит она удивила, это когда исчез основатель Shiba Inu Ryoshi. И Ryoshi в принципе также хочет, чтобы было и с биткоином. То есть Ryoshi собирал свои чемоданы уже в первом блоге, поскольку он хотел, чтобы токен оставался децентрализованным без лидера. Собирал чемоданы, то есть речь идет о том, что в принципе Ryoshi хотел быть анонимным. И согласно видению Ryoshi инвесторы настоящие лидеры и они должны привести токен к славе, как это в принципе сделал Сатоши Nakamoto с биткоином. И соответственно действительно это очень хорошо. Таким образом это подтверждает то, что проект более децентрализован. Также во второй раз когда Shiba Inu удивило это тогда, когда они в принципе стояли лицом к лицу с Doggy Coin'ом. Когда Shiba Inu начал расти, все подумали, что это Doggy Coin Killer и его действительно так называли. И Shiba Inu многих из делала миллионерами, в особенности если кто-то покупал ее просто по 100 долларов, когда проект только начал жить. И соответственно Shiba Inu она начала затмевать Doggy Coin, удивила инвесторов, поскольку Shiba сделала себе таким образом имя. Тем не менее команда Shiba Inu удалила слова убийца Doggy Coin'а после того, как новости об этом начали распространяться в основных СМИ. То есть в принципе здесь разработчики не преследуют цель как-то убрать Doggy Coin, заменить или еще что-то с ним сделать. То есть у Shiba Inu свой путь развития и они не равняются на Doggy Coin. Ну например как и EOS с Ethereum, то есть если Дэн Лаример и другие подобные EOS-боты или EOS-воды или EOS-холдеры называли EOS Ethereum убийцей, то все было вообще наоборот. Потому что Ethereum он практически вырос с нуля и вырос до 4000 долларов, в то время как EOS вырос всего лишь до 20 долларов и то 20 долларов не было. Где сейчас EOS, типа убийца Ethereum мы видим, а где сейчас Ethereum мы тоже видим, он на втором месте. Поэтому в принципе вот здесь очень правильно сделали то, что не стали называть значит Shiba Inu убийцей Дуи Коина. Ну и третий раз, когда Shiba Inu удивила своих инвесторов, холдеров, это тогда, когда она зачеркнула или удалила 6 нулей за 10 месяцев. То есть токен не стоил ничего, но спустя время начал просто зачеркивать нули и стоить чего-то. И all-time high этого токена был 28 октября 8616. Что касается значит конечно же сжигания, почему оно происходит, почему в принципе сейчас нет эффекта на цене Shiba Inu. Потому что несмотря на то, что сжигание порой бывает довольно-таки неплохим, то есть сжигается под миллиард Shiba Inu. Это неплохие цифры, но конечно бы хотелось больше, потому что например если сожгут триллион, то это определенно уже будет эффект на цене. Но тем не менее в принципе здесь мы видим, что так или иначе сжигание процентность она повышается. Бывают дни, когда действительно очень хорошо сжигаются токены. И тем не менее стоимость токена в принципе осталась неизменной и не потерпела существенных изменений за последние две недели. Потому что действительно то, что сжигали, ну на самом деле особо эффекта не дало. Хочу отметить, что сжигание в случае Shiba Inu необходимо каждый день, необходимо каждый день плодотворно сжигать и трудиться, чтобы что-то было в какой-то долгосрочной перспективе. А если мы хотим, чтобы недельку Shiba Inu пожигалось и очень хорошо, по миллиард токенов, то это эффект не даст. И конечно же термин скорость сжигания обозначает долю токенов удаленных из обращения, что фактически сокращает общее предложение актива. И теоретически резкое увеличение скорости сжигания Shiba Inu должно привести к более высокой оценке криптовалюты из-за сокращения предложения. Однако иначе цена токена остается относительно стабильной, что вызывает недоумение у инвесторов. На самом деле недоумение не должно это вызывать, потому что это процесс плодотворный, это процесс, который должен длиться годами и только потом мы увидим эффект. То есть не бывает такого, что мы сожгли и все, и завтра Shiba Inu вообще стало стоить намного больше. Но определенно нужно понимать, что чем больше сжигается из обращения токенов Shiba Inu, чем больше удаляются их из обращения, тем лучше для Shiba Inu. Потому что цена одного токена таким образом так или иначе ценится больше. Вот такие дела. Подводя итоги, значит криптовалют можно сказать, что действительно жалко тех людей, которые проспали дно. Потому что мы дно биткоина знали, знали, что в принципе биткоин нашел свое дно. Потому что картина довольно-таки была очевидна и она была похожа на картину 2018-2019 года. Но тем не менее, в принципе не каждый понял это и не каждый разбирается в рынке криптовалют, так как мы. Вот такие дела. Всем пока и до встречи. Один из лучших способов заработать большие дивиденды это инвестиция в публичный эфир стейкинг. И один из самых надежных и прибыльных проектов в данной отрасли skysteak.io. Ссылка в описании под роликом.